Добрый день! Хочу сегодня познакомить вас с одним из моих объектов. Он находится в Казани. Этот объект мы реконструируем, делаем новый облик сада. И что мы здесь сделали? Первое. Всем деревьям, таким как вот этот, например, клён Друмонди, мы сформировали обязательно приствольные круги. Они метр шестьдесят на метр шестьдесят. Потом уложили геоткань. Мы использовали трёхсотку, она не пропускает сорняки. И дальше кора лиственницы. И всё находится под капельным поливом. Здесь капельница стоит 8 литров в час. Дальше у нас вот есть вот такая зона. Мы её пока назвали техническая, потому что здесь у нас дальше будут высаживаться растения, которые будут закрывать полностью забор. Здесь у нас также всё находится под геотканью. Вот так геоткань здесь у нас. Вот она. Она пропускает воду, влагу, но не пропускает сорняков. И здесь у нас всё закрыто под капельной лиственницей. Вот такое. Ёлочки все застрижены. Ёлки были посажены в прошлом году, но это не мы их сажали. Мы их оставили пока на данный момент. Ёлки эти. Я их застриг. Они все одинаковой высоты и размеров. И всё находится под капельным поливом. Вот, например, покажу. Вот капельница красненькая. Вот она, капельница. 8-литровая капельница. И трубка Rain Bird. Всё проливается капельным поливом. То есть обязательно надо понимать, даже при наличии автополива, автополив, он не поливает деревья. Автополив создан только для полива газона. А все деревья, кусты у нас должны строго проливаться капельницами, капельным поливом. Это в большинстве объектов, с которыми я сейчас сталкиваюсь по обслуживанию, по реконструкции, Самая первая ошибка, которую я вижу, это то, что у клиентов автополивщики сделали полив. И клиенты думают, что автополив у них хорошо поливает и деревья, и газон. Вот, как правило, бывают две проблемы. Или это просто недополив, или переполив. Это большая проблема. Вот такая у нас зона техническая. Дальше у нас газон. Вот такой газончик. Газон, он находится у нас на обслуживании. Мы его своими силами застригаем. Стрижки мы не пропускаем. Мы работаем полностью по всей агротехнике с газоном. От внесения удобрений, заканчивая аэрацией. Аэрация у нас проходит глубокой ранней весной. Это вертикутером. И вот сейчас, в середине июля, мы сделали аэрацию уже прокалыванием. Вот. Значит, мы вносим все микроэлементы газону. Я в основном использую водорастворимые удобрения. Это или серия акварейная, или это яровитовские, бросит рейл. Также какие-то, если я вижу какие-то проблематичные места, я работаю с силиплантом. И также у нас этот газон подвергнется. Скоро мы будем делать ручную прополку. Мы не используем на своих газонах гербициды избирательного действия. Потому что гербициды избирательного действия, они влияют все-таки на другие растения, которые растут рядом с газоном. Значит, это вот у нас кизильник блестящий. Это мы пока этот кизильник оставили. Это он был в проекте. Ну, не нами реализованный. Пока мы оставили. Но здесь вот мы его уже застригали пару раз. Гортензия. То есть кизильник я сажал на пень ранней весной. И вот так он уже хорошо отрос. Вот здесь у нас гортензия находится. Здесь тоже у нас полностью находится под геотканью и под корой лиственницы. Я объясню. Вот здесь было все под мелкой крошкой, гранитной крошкой белого цвета. Эта гранитная крошка в конце концов стала загрязняться. Ну, грязная вся была. Потом привела к переуплотнению почв. Мы не могли ни прорыхлить, ни внести микроэлементы, ничего. То есть это был такой ужас. И мы полностью отсюда убрали всю гранитную крошку. Убрали старую геоткань. Шестьдесятка, по-моему, плотности, через которую прорывались сорняки. И полностью реконструировали вот эту зону. И видите, совсем вид уже другой. Здесь вот такая же ситуация. Здесь в предыдущей ландшафтной компании странным образом были заложены кусты. То есть это очень плотная посадка гортензии с кизильником. Но это вот мы все, вот это все мы уберем. То есть здесь будет уже живая изгородь из боярышника с леволисного. Но вот и гортензии, и кизильника блестящие весной тоже сажали на пень на 5 сантиметров. И дальше вот уже агротехникой, то есть несением элементов корневым и внекорневым способом обработки все от болезней от вредителей мы добились вот такой высоты даже существующим посадочным материалом. Вот, значит здесь у нас тоже плодовые крупномеры, которые мы высадили в этом году. Здесь тоже приствольный круг, метр шестьдесят на метр шестьдесят. Также проведен капельный полив. Вот он красного цвета, этот капельница восьмилитровая. Ловчие пояса, которые меняются раз в неделю. Яблоньки все у нас чистенькие. Это вот как раз посадка крупномера весной этого года. Тургор листовой пластины отличный. Все обработки мы делаем и от болезней, и от вредителей. Тем более сейчас, когда такая вот погода. Здесь вот у нас тоже была проблематичная зона. Мы пока ее технически закрыли под геотканью трехсоткой и под кору лиственницы. Это у нас вишня тоже крупномер мы высадили в этом году. Она от плодоносила. И вот здесь мы посадили малину. Здесь вот в этом же году сделали шпилер из лиственницы, цвет палисандра. Все пропитано пчелиным воском. Мы забетонировали все эти столбики, натянули металлические тросы. И малина была тоже в крупномерном виде. Мы ее заказали. Вот она на плодах. Вот они. Малина, как мы знаем, плодоносит на побегах прошлого года. А это уже побеги молодые этого года, которые у нас в следующем году начнут плодоносить. И вот здесь мы полностью перестроили эту зону. Она также здесь не была никакого капельного полива, только был автополив. И здесь сейчас у нас все на капельницах стоит. Перестроили систему автополива. То есть я еще раз хочу пояснить и рассказать, что одна из больших проблем и ошибок, которые мы встречаем на своих садах, которые мы приходим на обслуживание. В этом году зашли на много садов на обслуживание. В прошлом году начали заходить. Это то, что автополивщики провели автополив. И клиенты думают, что автополив должен решить с поливом абсолютно всех зеленых насаждений, которые растут у них на участке. И деревьев, и кустов, и прочее. Это не так. Автополив, он создан только для полива газона. А все остальные растения должны поливать капельный полив с четкой схемой полива. Сколько подается воды литров в час, по какой схеме пролив происходит, через день, в день, сколько литров. Например, на все елочки крупномерные мы подаем в жаркую погоду 16 литров в день. На деревья плодовые тоже 16 литров в день. На кусты мы сокращаем до 8 литров в день. Это в жаркую погоду, когда среднесуточная температура больше 28 градусов. Вот здесь у нас такая техническая зона. Находится здесь тоже все геоткань. То есть, когда мы примем уже четкое архитектурное решение, что дальше мы как облагораживаем, мы будем очень спокойно убираем кору-лиственница. Это легче убирать, чем много-много тонн декоративной крошки. И производим посадки. Это ничего сложного. Здесь у нас зона техническая. Это компостеры стоят два. То есть, весь газон мы перерабатываем. Мы сюда его полностью складываем. Вот такая компостная яма у нас. Здесь два компостера. По-моему, куплены в обе. Ну, это система, как это, оба полива. Вот такая вот зона. Дальше. Значит, здесь у нас получается два плодовых куста. Вот. Два плодовых. Они вот как раз у нас на капельном поливе все располагаются. Вот. Потом у нас есть вот такая зона. зона тоже. Здесь у нас идут сосны на штамме. У нас здесь тоже все. Мы убрали полностью декоративную крошку. Отсюда всю декоративную перестелили геоткань. Застелили король-лиственница. Все прорыхлили вокруг сосен. И эти сосны, они просто... У них ренессанс начался. Они вон какие приростики, загущенные. И очень здоровый вид у них. Вот. Здесь также у нас плодовые крупномеры. Также у нас идет престольный круг. Метр шестьдесят на метр шестьдесят. Потому что корневая система. Где располагается переуплотнение? Нет. Мы даже рыхлимчасти. Мы достаем все это хозяйство. Рыхление делаем. Также проведен капельный полив. Видите, у нас здесь есть полевая деревья. А все-таки капельница. Вот капельный полив проведен. Вот он. Восьмилитровые капельницы. Все полностью под поливом. И там под король-лиственницы ловчие пояса. Вот такой вот вид. Вот. Здесь все то же самое. Вот это плодовые, которые в этом году мы садили. Вот они на плодах. Клиенты уже плоды снимают. Вот они. Здесь она вся была усыпана яблоками. Но вот ее сняли. Вот. Пожалуйста. Здесь также. Метр шестьдесят на метр шестьдесят. По всем газонам мы работаем. Полная у нас агротехника. То есть, ну здесь самое основное. Если нам доверяют скос газона, мы, конечно, газон в течение сезона потом в идеальное состояние уже приводим. Вот. Даже вот здесь был газон не очень. Но вот мы его привели здесь в более-менее приличное состояние за сезон. Вот. Дальше я хотел показать такой вот клён Друмонди. Он был заглубленная посадка. У него была. То есть, он был заглублен вот до сих. До сих пор мы его откапали. Полностью дерево подняли. Это большая проблема, заглубленная посадка. Я его сразу застриг на шар. Вот такой он стал. И агротехника вот в таком вот сейчас виде наш клёнчик Друмонди отлично стоит. И самое главное, это пристольный круг. Он у нас всегда в заврыхлённом состоянии. Отсутствие сорняков. Здесь у нас туи. Живая изгородь из Туй. Туи мы насобирали полностью по участок от прошлой ландшафтной компании. И посадили их вот так в рядок. Плотная посадка видовая. Ой, плотная посадка. И дальше мы в этом году их не трогаем. В следующем году мы их начнём уже застригать и формировать живую стену. Вот такое. Вот так газончик у нас ощущает. Мы делали недавно аэрацию. Ой, вчера. Вот сделали. А весной, ранней весной, делали вертикутером. Это у нас детская зона. Такой детский уголок. Вот. Такой вот хотел показать вас, познакомить с одним из проектов, который мы как раз реконструировали. То есть здесь были основные проблемы у этого участка. Это то, что везде была гранитная крошка, которая привела просто к переуплотнению почв. Вот. Это раз. Второе. Это загубленная посадка, два. И третье. Это отсутствие системы здравоохранения по участку. То есть не было системы по работе по зелёным насаждениям. Сейчас вот такой принял уже вид. Дальше мы с этим участком будем продолжать работать и приводить его к перфектному состоянию. Работать с этим участком я начал в прошлом году. И ещё где-то у меня один сезон уйдёт для того, чтобы его привести в хорошее состояние. Он и застрелил я, застрелил я, застрелил янод grant.